9 июня отмечается Международный день архивов. В 1948 году был основан Международный совет архивов – сообщество, занимающееся сохранением и развитием мирового архивного наследия. В свой профессиональный праздник отмечают тысячи специалистов, в том числе и архивного отдела Нягани, который накануне отпраздновал и 35-летний юбилей. В этом архивохранилище находится свыше 6000 единиц хранения. И все это документы органов местного самоуправления. К примеру, документы администрации, думы города и контрольно-счетной палаты. И что примечательно, все они будут храниться вечно. Всего же в городском архиве в настоящее время находится около 60 тысяч единиц хранения. Среди них сведения экономической, политической и культурной жизни Нягани и ее жителей. В одном из хранилищ документы по личному составу работников различных предприятий, в том числе ликвидированных. На площади около 300 квадратных метров размещены 26 тысяч единиц хранения. Среди них приказы, лицевые счета, личные карточки. К нам обращается очень много по разным вопросам. Вопросы и о проживании на момент 92-го года, на момент 2001-го года. Почему? Потому что когда в 91-м году у нас произошла вот такая вот, сменилась и социально-экономическая ситуация в стране. Поэтому, значит, если люди приезжали из-за рубежа, работали, допустим, из ближнего зарубежья, то им обязательно нужно вот это подтверждение. Но в основном к нам идут это получение подтверждения стажа, льготного стажа, о заработной плате, так как в пенсионном фонде это учитывается при назначении пенсии. На помощь специалистам приходят информационные технологии и автоматизированные программы. Из недавнего приобретения – визуализатор, оборудование для высококачественной разноформатной оцифровки архивных документов. А еще передвижные мобильные стеллажи, которые позволяют значительно экономить площадь и облегчают поиск хранимых документов. А помимо аккуратно сложенных папок в архиве нашлось место и под памятные сувениры и вещи, которые приняты на хранение как ценность. Здесь у нас лежит подарок – нагрудный знак сотрудников органов ЗАГСа. У нас даже есть фотографии, запечатленные в 80-х годах, где сотрудник органов ЗАГС с таким нагрудным знаком торжественно регистрирует на площади первого микрорайона. Архивному отделу администрации города в этом году исполнилось 35 лет. Все эти годы своему любимому делу служит руководитель Нина Павленко. Благодаря ее труду и инициативе архив давно стал не просто хранилищем. Его возможности применимы очень широко. Здесь проводятся школьные уроки, экскурсии, вечера встреч и памяти, семинары, консультации, выставки и публикации книг на основе исторических документов. За что я люблю свою работу? Ну, во-первых, я вижу результаты своего труда. То есть это те документы, которые приняты, это те книги, которые изданы, это те справки, которые подписаны, которые получили граждане. Я нахожу удовлетворение в своем труде, потому что мне нравится, когда из россыпи непонятных документов складывается дело, которое уже будет приносить пользу людям, которое останется в истории нашего города. Собираем, храним, используем принцип деятельности нягонских архивистов на протяжении всех этих лет. А одна из главных задач – сохранить документальное наследие, дать возможность людям знакомиться с уникальными документами. Ведь, как известно, без прошлого нет будущего. Татьяна Беховец, Александр Агеев, Нягонский телеканал. Специально для телеканала Югра.